Всем привет! Мы уверены, каждый из вас любит разгадывать всякие загадки и головоломки. Мало того, что это интересно, так это еще и развивает мозг. В сегодняшнем видео мы приготовили для вас 5 задачек, на которые вам нужно будет дать ответ. На размышления над каждой загадкой у вас будет по 30 секунд. Но если вам понадобится дополнительное время на раздумья, вы можете поставить на паузу, хорошенько поразмыслить и смотреть дальше. По ходу решения этих головоломок пишите свои мысли в комментарии, а потом, когда появится ответ, посмотрим, правы вы были или нет. Ну что, приготовили мозг? Тогда поехали! Доктор Для начала предлагаем вам размяться вот такой несложной задачкой. Отец и сын ехали в машине и внезапно попали в аварию, в результате чего их автомобиль разбился. Отец, к сожалению, погиб на месте. Однако сын выжил, но был тяжело ранен. В срочном порядке он был доставлен в больницу, где ему должны были сделать операцию. Но когда доктор вошел в палату и увидел пациента, то сказал, я не могу его оперировать, это мой сын. Внимание, а вот и вопрос. Кто же доктор? Ну как, додумались? Если вы все еще не можете найти решение этой загадки, хорошенько подумайте еще раз. Потому что ответ проще простого. Но по непонятной нам причине многие все же не могут додуматься, что доктор – это мать мальчика. Поскольку отец ребенка погиб во время аварии, то, конечно же, он не может быть доктором в больнице. Но если только он не пришел туда в виде привидения или еще какого-нибудь существа. Поэтому ответ очевиден – мать мальчика является врачом. Напитки Мужчина и женщина пришли в ресторан поужинать. Пока готовились основные блюда, они заказали пять напитков со льдом, так как в помещении было очень-очень жарко. Женщина выпила буквально залпом сразу четыре напитка, в то время как мужчина успел выпить всего один. Через некоторое время мужчине стало плохо, и, к сожалению, он умер еще до приезда скорой помощи. Когда врачи оказались на месте происшествия, они сразу же выяснили, что все напитки были отравлены. Так почему же тогда женщина осталась в живых, а мужчина нет? Субтитры сделал DimaTorzok Если вы еще раз внимательно прочтете условия загадки, то обратите внимание, что напитки были со льдом, в нем-то и содержится яд. Так как женщина выпила все напитки быстро, лед не успел растаять в ее стаканах и проникнуть в организм. Мужчина же пил медленно, поэтому яд проник в напиток, что и привело к летальному исходу. Кассета Нам очень нравится загадывать вам что-нибудь криминальное, потому что в процессе догадок возникает целая куча версий, которые сбивают с толку. Поэтому вот вам еще одна головоломка про загадочную смерть. Представьте себе такую картину. На месте преступления на полу лежит труп человека с пулевым ранением в голове. В руке человека лежит пистолет, а рядом с ним найден кассетный диктофон. Один исследователь подбирает его и включает. Из диктофона звучит вот такое вот сообщение. «Я устал от этой жизни, поэтому решил избавиться от своей воли и страданий». Затем следует выстрел. После прослушивания записи следователь почему-то не верит, что был совершен суицид и объявляет, что преступление надо расследовать. Вопрос почему? Ведь все улики на месте преступления явно ведут к тому, что человек покончил с собой. Подумайте хорошенько, прежде чем ответить. Вы все еще не додумались? Ну ладно, ладно, вот вам небольшая подсказка. Если бы человек убил себя, то как бы он смог перемотать кассету на начало? Ну хоть сейчас-то вы должны были все понять. Так как кассета была перемотана, чтобы сообщение проигрывалось с самого начала, становится ясно, что кто-то приложил к этому свою нечистую руку. Именно поэтому полицейские приняли решение расследовать убийство. Парашют. На какие только хитрости не идут преступники ради денег. И наша следующая головоломка как раз об этом. Преступник захватывает самолет, перевозящий пассажиров и кучу денег. Перед тем, как самолет взлетел, мужчина попросил полицейских дать ему два парашюта. Он убил всех пассажиров на борту, чтобы никто не мог его вычислить. Затем взял один парашют, забрал деньги и выпрыгнул из самолета. Итак, загадка. Почему же мужчина попросил именно два парашюта, когда ему нужен был только один? Оказывается, негодяй поступил невероятно умно, когда попросил два парашюта вместо одного. Таким образом он заставил полицию думать, что он выпрыгнет из самолета с заложником, и поэтому они не рискнули бы дать ему хотя бы один неисправный парашют. А если бы мужчина попросил только один, полицейские решили бы, что он был только до преступника и могли испортить его. Машины, ножи и жены. А это загадка про не очень продуманные преступления. Однажды мужчина убил свою жену ножом в машине таким образом, что никто вокруг этого не видел. Преступник очень осторожно выточил из машины ее тело, не оставляя отпечатков пальцев на нем. Затем он выбросил нож за утес в ущелье, чтобы его никто не нашел, и спокойненько пошел домой. Но, как вы знаете, все тайное всегда становится явным, тем более, когда за дело берутся полицейские. Через час после преступления жертва была найдена хранителями порядка, и те сразу позвонили мужчине, сообщив об убийстве, и попросили его немедленно приехать на место происшествия. Когда мужчина туда прибыл, он был немедленно арестован. Итак, вопрос. Как полиция узнала, что именно этот человек совершил преступление? Ответ на самом деле прост. Мужчина не спросил полицию, где находится место преступления и приехал точно туда. Таким образом, полиция и узнала, что именно он убил свою жену. Ну как, друзья, получилось ли у вас разгадать все наши загадки? Кстати, если они вам понравились, не забывайте ставить лайки. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.